Здравствуйте, друзья! Вы на канале Вольноходец. И сегодня мы в городе Порхов, Псковской области. Дату основания мы можем увидеть на стеле. В 1239 году князь Александр Ярославович, впоследствии ставший Нерским, обустроил здесь на берегу реки Шелонь деревянную крепость. Крепость должна была защитить юго-западные подступы к Новгороду. Городок небольшой, население около 7000 человек. Как видим, есть тут и пятиэтажные дома. И как всегда в таких городках большой частный сектор. Ну а мы отправимся к вокзалу, где провожают и встречают поезда. Станция в городе была построена в 1895 году на 581 километре исторической Виндаво-Рыбинской железной дороги. На участке Балагоя-Псков движение до Пскова было открыто в 1897 году. Изначально здание вокзала было деревянным, но оно сгорело во время фашистской оккупации. Новое каменное здание с рестораном было построено в 1950 году. В 2009 году здание было капитально отремонтировано. Приятный такой зал ожидания, с остатками ковидных ограничений в виде крестов на стульях. Расписание, что тут проходит и куда можно уехать, вы видите сами. Перрон тут один, что интересно, что путь для приема и отправления пассажирских поездов до сих пор с деревянными шпалами. Но главные пути с железобетонными, так что все норм. Сейчас, конечно, роль вокзала в жизни города стала менее важной, да и находится вокзал, можно сказать, на окраине. А мы поедем с вами в центр. Стенд, рассказывающий о жизни Порховского района, бывшая районная доска почета. Рядом с ней на постаменте трактор СХТЗ-15-30. Я уже рассказывал про этот трактор. Видео про Углич. Можно посмотреть там, ссылка будет в описании. Напротив находится администрация Порховского района. Ленин тут пока на месте. И обратите внимание, дом Советов. Построен в 50-х годах прошлого века. Радует, что атик сохранился в оригинале. Думаю, изначально цветовое решение было, конечно, чуть другое, с выделением символов. Но то, что лепнину не сбили, уже молодцы. Кстати, раньше вот на этом всем месте была торговая площадь. И вот здесь, на месте сквера, у Дома творчества, бывший районный комитет КПСС, располагались снесенные Троицкий и Благовещенский собор. Также тут, в сквере, напротив Дома детского творчества, находится братское захоронение героев революции и Великой Отечественной войны. Этот памятник современный. Он был установлен в 70-х годах на смену устаревшему. Напротив, через дорогу, находится памятный знак с отсчетом километража до основных городов, на котором также указаны географические координаты Порхова. А рядом памятный знак «Вот мчится тройка почтовая», посвященный указу Екатерины II 1784 года о поставке на станцию Порхов 20 лошадей и содержание дороги в Смоленскую губернию. Я так понимаю, что сейчас тут главпочтамп, и когда-то здесь была при царе почтовая станция, ничего тут не изменилось. А вот кисы ждут, наверное, сотрудников почты для того, чтобы покушать. А мы переместимся в городской парк культуры и отдыха, который находится на берегу реки Шиоли. Кстати, вот этот мост с железными фермами – единственный автомобильный мост в городе. Построен он был в 1905 году на средства Порховских купцов и мещан. Строительство по тем временам обошлось в 90 тысяч рублей. Летом 1941 года мост был взорван отступающими советскими войсками, чтобы замедлить продвижение вражеской армии. После войны мост восстановили. Предполагаю, что в более современном варианте, а фермы оставили как декоративный узнаваемый элемент. Вернемся к парку. Сейчас парк, я думаю, более потерял, чем приобрел. По воспоминаниям старожилов, раньше в парке была даже лодочная станция. По выходным играл духовой оркестр. Но надо сказать, что в современной реке вряд ли тут можно нормально плавать на лодках. В те времена река имела несколько плотин, там ниже по течению. И, соответственно, уровень воды был выше, а течение менее быстрое. Кстати, в парке когда-то даже было колесо обозрения. Ну и другие аттракционы советского стандартного парка. Но все они были демонтированы в 90-е годы. В 1975 году в парке был установлен памятник «Партизанская слава». В годы войны на территории Порховского района действовало несколько партизанских бригад. Первая, третья и десятая ленинградские партизанские бригады. Они унесли значительный вклад в окончательное освобождение города в 1944 году. В парке также находится второй памятник Ленину. Этот памятник типовой – Меркуровский. Установлен во многих городах Псковской. Это Печоры, Остров, Гдов, сам Псков. Да, и не только Псковской области. Является копией памятника, установленного на канале имени Москвы в Дубне. Косметический ремонт постамента и памятника был проведен в 2023 году силами местного предпринимателя. Музей Гонзы в Порхове был открыт в здании Старого Тира в 2018 году. Что же такое Гонза? Это союз иноземных и русских городов, купцы которых торговали между Россией и Европой. Такой союз был создан для организованной и совместной борьбы против пиратов, личных разбойников и притеснения землевладельцев феодалов, которые за проезд через их земли брали налог. Город Порхов стоит на реке Шелонь, на пути между крупными торговыми городами Псковом и Новгородом. Сегодня Международное Гонзейское движение приобрело совсем иной смысл. Международный Гонзейский союз нового времени. Союз, который позиционирует себя как союз народной дипломатии, дружбы и взаимопонимания между городами и разными народами. Тут же на плакате можно увидеть, какие российские города входят в этот союз. Ссылочку на видео об этих городах разместим в описании. А на открытой части выставочного пространства музея, кроме ремесленных экспонатов, всяких медведей, телег и так далее, можно увидеть памятный камень, посвященный 770-летию Порхова. Кинотеатр Родина был открыт в 1959 году. Здание кинотеатра типовое. Такие же здания есть во многих городах. Например, в Волжском, Волгоградской области. Сейчас здесь располагается Порховский краеведческий музей. Кинозал реконструирован достаточно недавно. И тут теперь демонстрируются фильмы как в обычном формате, так и в 3D. Рядом с кинотеатром очередной верстовой столб. Эти памятные знаки были установлены в 2009 году в честь 225-летия Порховской почты. Ну а теперь пора перебраться на другой берег. Сразу за мостом находится пожарная часть. Вот такая симпатичная. А мы сейчас направляемся к остаткам старой гидроэлектростанции. Заброшенная Порховская ГЭС. Строительство этого гидросооружения началось в 1958 году. Строительство велось 4 года. И в 1962 году эта ГЭС дала свои первые киловатты. Это не первая гидроэлектростанция в Порхове до войны. На 300 метров выше по течению уже существовала гидроэлектростанция. Но она была разрушена фашистами. Строительство же новой ГЭС позволило удовлетворить потребность в электричестве не только города, но и Порховского и Дновского районов. Но проработала она только до начала 70-х годов. Дело в том, что Псковскую область к этому моменту полностью подключили к мощностям Ленэнерго и Калининэнерго. Что полностью закрыло потребности региона по электричеству. Порховская ГЭС в этих условиях оказалась нерентабельна и была остановлена. Часть оборудования станции была сразу демонтирована. Сейчас в машинном зале, как мы видим, уже ничего не осталось. Кстати, в одном из помещений станции когда-то был даже прием стеклотара. В современной истории у станции сменилось несколько собственников. Были также попытки восстановить ее. Но современная экономика не позволила это сделать. Да и был ли смысл? В настоящий момент станция не имеет собственника и используется как пешеходный переход через реку. Рыбаки, кстати, тоже облюбовали ее. Ну а теперь главное. На правом берегу реки Шелонь расположена Порховская крепость. В целом строения крепости сохранились почти полностью. Но некоторые участки на данный момент реконструируются. Вот вид крепости с левого берега реки. Александр Невский изначально деревянную крепость построил выше по течению. Эта же уже каменная крепость появилась приблизительно в 1387 году. Крепость эта была воздвигнута, ну можно сказать, на острове. Позже старое русло Шелоне, где-то в 19, наверное, 18-19 веке, было засыпано всяким мусором. И крепость уже оказалась, в общем-то, на берегу. Ну вот, все, что осталось от рва, скажем так. Попасть в крепость можно на данный момент только через Никольские ворота. Смотрите, в крепости выглядит так, как будто мы попали к кому-то на дачу. Уютненько так. Как видно, почти все в лесах. Вот это у нас средняя башня, самая мощная из всех крепостных башен. Войти в башню можно было со стены или из нижней части. Изначально в ней было три боевых яруса с перекрытиями, деревянными балками, с отверстиями для подъемников и лестниц. Вот тут опять у нас в центре крепости верстовой столб, знак в честь юбилея почты. И бюст Борису Калачеву, который являлся руководителем подпольной антифашистской организации в Порхове. В 43-м году он был разоблачен фашистами и схвачен. Погиб в тюрьме. А вот это его дом. Здесь он проживал со своей женой. Дом вроде как восстанавливали, так что это не оригинал. Здесь в 1986 году был открыт музей военной и боевой славы. А в здании напротив дома Калачева расположен музей почты. Музей был открыт в 2009 году и рассказывает историю Порховской почты с ее основания в 1784 году до наших дней. Вот это вторые ворота, псковские. Кстати, в этой крепости также были устроены захабы, так же как в Изборске, Гдове, Пскове. Но на данный момент как-то они не сохранились. Как видите, тут идут раскопки и восстановительные работы. Вот все в таком вот виде. Ну, давайте вдоль стены прогуляемся. Внутри крепости, кстати, находится Никольская крепость. Вот она, а колокольня сооружена на Никольской башне в 19 веке. Так, откуда такое же название Порхов? Есть несколько вариантов происхождения. Первый вариант от слова Порх, Порох. Его значение белый камень и известняк. Другой вариант, что название пошло от личного имени Порх. А третий вариант, что пошло от древнерусского значения Пыль, Прах. В этой версии есть предание, что Александр Невский выбрал место на берегу Шелоне, где стояла известковая пыль. Но если стояла пыль, значит кто-то этот известняк уже добывал. Смысл был тогда сначала деревянную крепость строить. Возможно, когда-то крепость отреставрируют до конца. Кстати, после присоединения к московскому княжеству крепость имела достаточную военную значимость. Вот такая вот, в общем, интересная жемчужина спряталась в глубине Псковской области. Ну, а наш путь дальше лежит в город дно. Немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц ДУЛАК-100 был создан в августе 1941 года и просуществовал до февраля 1944 года, когда Порхов был освобожден частями Красной Армии. В концлагере одновременно размещалось до 30 тысяч человек. Многие находились круглый год под открытым небом. То есть условия были невыносимые. За все время существования лагеря в нем погибло более 85 тысяч человек. После освобождения Порхова и района от гитлеровских оккупантов на месте зловещего захоронения был воздвигнут скромный обелиск. В 1960-е годы порховские пионеры и комсомольцы от шоссе Порхов в дно к месту бывшего концлагеря заложили Еловую аллею. Идея же воздвигнуть мемориал появилась еще в начале 1980-х годов. Начались даже работы по строительству. Был насыпан земляной холм. Установлены бетонные стелы. К основанию монумента подвели лестницу. Выкопали пруд, в который вот озеро слез. Однако строительство было приостановлено более чем на 20 лет. В 2015 году по инициативе дорожников Псковской области при поддержке Федерального дорожного агентства Росавтодоры начались работы по восстановлению мемориала. 18 июня 2016 года состоялось торжественное открытие мемориала жертвам немецко-фашистского концлагеря Дулаг-100. Впечатление, конечно, еще усиливает то, что памятник вроде достаточно масштабный, а людей нет. Ну а дальше мы приехали в город Дно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова